Скоро в Одессе новый сезон! По-любому! Я даже с тобой разговаривала. Ну ладно, 200. Больше нет. Ладно. Есть один вариант. Тунис. Отель пять звезд. Море. Пляж. Вода, как парное молоко. Ты лежишь на пляже и официант приносит тебе бокал коньяка и бутылочку пива. Капля, как в рекламе, стекает по запотевшему стеклу. Ты выпиваешь коньяк и запиваешь его холодным вкусным пивом. Потом к тебе подходит сексуальная девушка. Она берет тебя за руку. Уводит к себе в номер. И вы целую ночь занимаетесь с ней диким необузданным. Даша, ну! А все. На двести долларов все. Ты отдохнул? Все? Пожалуйста, не уходите. Я сейчас пятьдесят долларов где-то одолжу и вернусь. Здрасте. Парень, если есть триста баксов, советую Тунис. Там девочки пляж, коньяк, пиво. Здрасте. Здрасте. Вот мне, пожалуйста, на триста долларов Тунис. Хорошо. Итак, начнем. Вы летите в первом классе сексуальной стюардессы. Ну, чё там? Ой, вот хоть в космос отправляй. У тебя, Петрович, здоровье, я тебе завидую белой завистью. Ты, кстати, сколько планировал полежать? Ну, думаю, где-то месяцок, пока чемпионат мира не закончится. А то на работе шеф. Дома то жена, то теща. А тут диета, тишина, спокойствие и, главное, футбол. Да, жена, конечно, тезанда редкая. Это да. Так, а что за диагноз пишем? Да, довольно пишем острое отравление тещинами котлетами. Ха-ха-ха-ха-ха. Чё, как в прошлый раз, на работе докопаются. Давай диарея хроническая. Тебе вообще кабинет отдельный должны дать? Ах, ты доктор, ты пише. Здрасте. Хух. Ой. Еле до вас добралась. Привет, милая. Привет. Ну как ты? Я тебе покушать принесла. Зачем? Меня и так тут нормально кормят. Ну, больничная из больничной, домашняя и домашняя. Твои котлетки любимые мама моя приготовила. Ой, милый, я квартиру здесь сняла напротив. Буду к тебе каждый день приходить тебе навещать. Чё я вещи принесу? Ой, господи. Блин. Слышь, а есть у тебя такие палаты, где запрещены посещения, а? Ну, есть, реанимация, но я не могу тебя туда перевезти. И не надо. Я сам. Так, хроническая диарея в результате черепно-мозговой травмы. Блин, в реанимации ж телека нет. Петрович! Петрович! Согласись, клёвая идея была провести вечеринку в офисе. Да. Главное только, чтобы никто ничего не узнал. Ты, кстати, всё убрал? Бутылки выкинул? Обижаешь. Вынес на соседний район. Окурки. Окурки ты убрал? Съел. Не волнуйся ты так, всё нормально будет. Всё, я спал. Спокойное утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ноги со стола убрал. Убирали. Да, до утра убирали. До утра вы здесь гуляли. А потом уничтожали следы преступления. Да, устали очень. Спать хочется. А мы сейчас взбодримся. Ничего. Сейчас утренняя зарядочка. Быстро встали к своим столам. Встали, встали. Взяли крышки ноутбуков. Подняли. Подумали. Опустили. Подняли. Подумали. Опустили. Подняли. Подумали. Опустили. Ну что, не устали, нет? Ручки не болят, нет? Не отсохли? Нет. Что ж вы тогда в туалете стульчак поднять не можете? Рукожопы. Ну быстро в туалет. Стренироваться. Быстро! Ручка. 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 Эй, менты. Дайте позвонить телефончик. Сейчас. Да, маму поздравить с днём рождения. Я же ради неё ювелирку вставил. А обменник ты зачем грабанул? Цветы купить. Ты что, не мог просто цветы украсть? Ты что, это же мать, не по понятию. Маме надо букет оформить, а я это не умею. Да дайте позвонить мне впадлу, я вам такую схему солью, я вам базарю. Столько народу на такое бабло разводят, капец. Что за схема? Сначала позвонить. Ладно. На. Благодарочка. Алло, мать, это кабан. Да. Не, я у друзей. Точнее, у знакомых. Не, не очень хороших. Я ж чё звоню? С днём рождения, мать. Счастья тебе, здоровья. Да, детей послушных. Шо, не можешь говорить? Я подожду. Гости. Ну, давай, пока рассказывай. Здоровья вот при здорового тебе. Счастья счастливого при счастливого. Детей, послушных при послушных. И вот, ну, в первую очередь, хочется, знаешь, вот здоровья пожелать. Потому что есть здоровье. Какое ощущение, что я уже про счастье говорил. Нема здоровья. Нема всего остального. Ну, конечно, счастье. Счастье, это тоже очень важно. Потому что... Ты про счастье говорил. Нема здоровья. Великое ощущение, что он уже по второму кругу пошёл. Слышишь? Уже, уже, уже по третьему. Кабан, ты про схему расскажешь или нет? А, схема? Схема простая. Ну. Ну. Короче. Так. Пацаны регистрируют платный номер. Ставят за минуту любую цену, там, хоть сто баксов. И всё. Лох звонит, а бабло капает. Здоровья и счастья. Вот, что в первую очередь, знаешь, хочется пожелать. Какой ты матери звонишь? Ты ж детдомовский. Такой-то матери. Так, а ну, открой дверь. День открой, я тебя ставлю. Здоровья и счастья. Ключи отдай. Отдай ключи. Отдай ключи, я тебе говорю. А я с мамой тебе подарок. Турбинку отдай. Преоткорно. Отдай турбинку. Бери руки. Я с матерью разговаривал. Тиф. Фурункул. Лоботомия. Я, я, я. Я извиняюсь. Доктор, я опоздал, а там закрыто уже. Можете меня пропустить в палату к пациентке? А вы к кому? Я к Синечкиной в пятую. Проходите. Спасибо. А где ваши бахилы? Ой, а у меня нет. Ну, что с вами делать? Ну, возьмите бахилы у сестрички. Десять гривен. Да. Спасибо. Спасибо. Вы, кстати, гостинцы ей несете? Нет, знаете, как-то с работы не успел ничего купить. Ну, кто же мне посетитель? Ну, возьмите апельсины у сестрички. Сорок гривен. Ой, такое есть у вас. Спасибо. А вы, кстати, кем ей приходитесь? Я ее жених. Да вы что? Да, представляете, делал предложение, апельсин схватил. А я колечко на ней почему-то не видел. Вы что, кольцо не дарили? Да как-то обошелся без кольца. Ну, кто же мне жених. Возьмите кольцо у сестрички. Красное, золотое или белое? Как-то белое. Две тысячи. Я даже боюсь спросить, сколько сама операция стоила. Как вам не стыдно? Вы же прекрасно знаете, медицина у нас бесплатная. И операция не стоила ничего. Серьезно? Конечно. Ой, спасибо вам, доктор. Спасибо. До свидания. Ну, вы только фотографии с операции оплатите и идите. Фотографии? Вот. Да. А еще мы сняли видео с операции вашей невесты. Ну? Я боюсь, что у меня на это денег не хватит. Ох, ну что с вами делать? Ну, возьмите кредит у сестрички. Справочка от доходов есть? Могу кольцо в залог. И туз козырный, и две шестерочки на погоне. Снимай, снимай, снимай. Давай. А музыку? Туз-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та. Туз-та-ту-та-ту-та-ту-та. Слышь, Вик, я тут подумал. А что это здесь происходит? Между прочим, мы с другом играем в карты. С другом? В карты? Да. Вообще-то с друзьями в карты на раздевание не играют. а мы не на раздевание мы на деньги а это что почему это он голый у меня просто деньги закончились я решил вещами рассчитаться смотри какую я футболочку тебе выиграла и джинсики между прочим для тебя 505 не маловатая тебе как раз продолжим подожди а а у тебя чего блузка расстегнута чё это же у меня денег не было я ее проиграла а сейчас отыграла что-то не верится мне сегодня реально не мой день карта не пошла сразу и все пошла а чего тебе осталось носки и вот часы ну носки можешь себе в уши засунуть а на часы я сыграну ну-ка викуль дай ну пожалуйста а ты давай беги чайку приготовь сейчас я тебя уделывать буду на и вот те туз козырный и две шохи на погоны молодец они тупли слушай да это играться так а что у тебя осталось носки носки ты можешь себе в уши засунуть я пожалуй пойду хорошего вечера стоять бирета тысяча долларов ставлю на все это что мой подарок да сюда иди чай сделай а я пока отыграю лудер черный зеленый зеленый без сахара типа не знаешь у меня козы тут стоп тут стоп 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 на крае кабан ну чё у тебя в камере не сидится а поговорить надо опять ты уже наговорился на два года сигнализация на тимиряцевкой сработала надо ехать хочу рассказать про ограбление слушай тут до тимиряцевской две минуты тут вроде что-то серьезное да и там наверняка ложный вызов ну короче мы с подельниками решили вставить хату долго ее пасли знали когда хозяева приходят когда уходят на каких машинах ездят какие фильмы какие фильмы кабан адрес и фамилии подельников не спеши все будет сигаретку можно будешь а я вспомнил я ж бросил адрес можешь сказать адрес точно не помню помню дату давай хотя бы дату во вторник это было во вторник хорошо то ли начало мая то ли конец августа кабан ты издевайся что ли и адрес можешь сказать ну могу нарисовать давай рисуй кабан ну короче быстрее только я тебя прошу ну вот это типа почта что какая почта вот тут рядом ваша ментовка дебильная ну на горького дальше горького да вот тут высотка так высотка высотка это на этом на тургенево это ну понятно на тургенево да так хорошо короче мы подъехали вот сюда вот где-то квартала за три на машине так на какой машине подъехали на бусе на бусике хорошо дальше дальше и отсюда пошли так хорошо идете куда куда шли конкретно ну так шли мимо почты шли так короче кабан пришли уже на место ну куда пришли пришли вот к высотке вот это так хорошо на тургенево дальше потом вспомнили что забыли фомку в машине вернулись в машину взяли фомку и пошли куда пошли конкретно ну по маршруту чтоб запутать следы ну хорошо идете мимо почты дальше куда потом мимо ментуры вашей хорошо по горького идете так ну ну и пришли вот сюда опять на тургенево ну ты что издеваешься что ли куда дальше пошли а налево вот так вот мы пошли ну на тимирязевскую дальше точняк тимирязевс вот сейчас да кабан конкретно назови когда это произошло и твоя роль в этом мероприятии ну а сейчас который час 3 минуты десятого во произошло это ровно в 9 часов а моя роль отвлекать двух тупых ментов пока пацаны хату вставляют ха 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 ну кабан я вернусь я лично тобой займусь понял ха 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 на троих на троих калия не съемок мы преступника преследуем нужна ваша помощь чтоб у тебя аппендицит вспух а выразили в селезенку тебе мужчина отвлекитесь пожалуйста аааа злиться это дерево стоит я тебе шо один лист кинешь спилю гадина алло 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 мужчина мужчина не видели человек не пробегал в черной куртке здесь да у меня работы своей по горлу вы хотите чтоб я еще мужика в черной куртке видел с женской сумочкой который в ту сторону убежал в туалет то есть вы его видели кого этого мужика который сел в машину и сказал шеф гони на вокзал а номер номер не запомнили случайно а мне не доплачивают за то что я запоминаю номера аа 17 64 вв на серебристых ланосах внимание разыскивается серебристый ланос гос номер аа 17 4 вв дверец в сторону вокзала спасибо вам большое ахада ахара ха 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 как из�� Fearze бонцзейских на-набираю по взぶлиню что ли нет макありがとう Нет, вы не поняли. Нам нужен тур, такой, как у наших соседей. Только круче. Они у вас путёчку брали. Ну, хорошо, сделаем. А куда они ездили? Ой, ну они не говорят, но они там пили виски с... Колой? Это Турция. Да какой колой? Виски с виски. А, это Египет. Нет, нет, не Египет. Я в Египте отдыхала. Оттуда столько историй привезти невозможно. Они бы ничего не помнили, если бы были в Египте. Может, у них полотенца новые появились, там, тапочки, одноразовый шампунь, мыло, что? Ну, вспоминайте. О, они нам магнит привезли. Точно. Давай, заставай. Вот. Вот. Ничего себе. Что? Да знаю этих клиентов. Это Греция. Вот. Давайте нам тоже Грецию, только круче. Ну, могу предложить Арабские Эмираты или Париж. О, Париж. Да не, ну, Париж как-то дорого. Ну. Почему? Пятьсот гривен на двоих. Шутите? Вы что, издеваетесь? Нисколько. Магниты по пятьдесят гривен. Бутылка виска. И журнал с историей. Да никак, всё. Тогда знаете что? Давайте нам Арабские Эмираты. И Париж. Пусть знают, как мы отдыхаем. Да. А виски тоже два. И пивас. Хорошо. Молодой человек, приходим в себя. Молодой человек, приходим в себя. А, 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 что со мной? Где я? У вас родился сын. Поздравляю, вы присутствовали при родах. Да, да, да. А, да, точно. У меня же сын родился, сын. Я на камеру всё снимал. А ну-ка. Молодой человек, приходим в себя. А, 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 что со мной произошло? Я вас поздравляю, у вас сын родился. А, а, сын, точно. Я же на камеру. Полежите спокойно, я сейчас приду. О, здорово. Здорово. Ты тоже на родах присутствовал, смотрю, а. Ой, а что это у тебя гипс? Слушай, видно, сильно обрадовался и упал, да? Да, там скользко. Слушай, у тебя мальчик родился? Нет. Нет? Девочка может? Нет, что он родился. Двойня, что ли? Ну ты. Да? Нет, я с тобой не снялся. Девушка, девушка. Да. А кто у него родился, мальчик или девочка? Кто-нибудь что-то лежит и мычит. Кто? У него, у него никто не родился. Он снимал на видео день рождения депутата. Ваня. А. Ну как бы, с днём рождения. Спасибо. Здорово, начальник. Иди, кабанчик, присаживайся. Вот, на допрос просится. Кабан, ну что у тебя в камере не сидится-то, а? Признание хочу сделать. Совесть совсем замучил. Давай, кабанчик, вот. Бумага, ручка, пиши. Да не торопи, начальник. Разговор не детский будет. Папа, серьёзный разговор. Давай. Сигаретки не будет? Кабан, ну ты оборзел вообще. Ну дай мне сигаретку. На, кури. Благодарочка. Так, давай, какой разговор, что, куда, чего. Короче, собрались мы как-то с пацанами. Зажигалочки не будет? Дай ему зажигалку. На, зажигалку. Так. Ну, собрались. Э, э, кабан, ты не гони, это подарок. Спасибо. Короче, собрались мы как-то с пацанами. Собрались с пацанами? Какими конкретно? Имена, фамилии? Собрались с пацанами. Так. Блин, не могу. Что? Кунг-урлу подходит. Есть что-то выпить. Кабан, ты обордел вообще в конец, что ли? Ну, налей ему. Да что значит налей? Да налей ему и все. На. Я ж тебе не анекдоты сюда пришел рассказывать, начальник. Там история пацанячая. Ну, кабан, ну ты как? За пацану. Ну, давай, кабанчик, выпили и рассказывай. Давай. Короче, собрались мы с пацанами. Так, собрались, ну. Ну, и кто-то говорит, может нам и сейчас телок вызвать. В смысле, тебе? Можно и вам, как хотите. Ты, ты, ты. Может, Скворцовой позвоним? Да, Скворцовой. Ты идиот, что ли? Какой Скворцовой? А чего? Ну, я могу и не рассказывать. Нет, нет, кабанчик, подожди. Сейчас мы все организуем. Класс. Спасибо, Скворцова. Да, спасибо. Ну что, рассказывай, ну, все? Да, спасибо вам, менты, за все. Спасибо. Хорошо. Э, Скворцова забыла. Придай ей по-братски. Спасибо, пока. Что значит пока? Кабан. Что? Собрались вы с пацанами и... Выпили, покурили и разошлись мирно. Пока, ты ж хотел честно признаться. А, да. Ну. Признаюсь честно. В камере так кисло, без Курева, бухла и телок. А у вас классно. Спасибо, пацаны. Все. На троих. Субтитры работал DimaTorzok Субтитры работал DimaTorzok